Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я ее ведущий Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. В итоге одного рейда по торговым точкам мы выяснили, насколько сибиряки свыклись с необходимостью прятать свое лицо под маской. Завершено расследование уголовного дела о самом трагичном в этом году дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли 4 человека, в том числе ребенок. Что теперь грозит водителю-виновнику? В последнее воскресенье октября в России отмечается День работников автомобильного транспорта. Что говорят по поводу своей работы водители, а что желают им пешеходы? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Соблюдение масочного режима и выполнение санитарных мероприятий, предписанных Роспотребнадзором – главный критерий, на который обращают внимание участники рейда, организованного региональным Минпромторгом. Мы приняли участие в одной из таких проверок, которая прошла в торговых точках Октябрьского района Новосибирска и выяснили, насколько сибиряки свыклись с необходимостью прятать свое лицо под маской. Уже больше полутора тысяч рейдов по предприятиям торговли и общепита с момента ввода ограничительных мер провел региональный Минпромторг. Проверки, как и положено, проходят с участием специалистов Роспотребнадзора и полицейских. В этом рейде его участники обратили внимание на то, что большинство магазинов и кафе были в курсе о предстоящем мероприятии. Тем не менее, нарушения долго искать не пришлось. Самая распространенная из них – не полностью надетая маска. Но у продавцов оправдание и отговорки давно готовы. Ходить целый день в маске – это для здоровья противопоказано, потому что выделяется очень большое количество углекислого газа, который не дает выходить. Из-за этого мозг не поступает в дистанцию количества кислорода, и человек может упасть в оморок. И еще один вариант оправдания продемонстрировала продавец-кассир Вера. У меня раздражение кожи идет. А нос почему не закрываете? Ну, легкие, мне тяжело дышать, поэтому не могу надевать маску на лицо нормально. И вот так дышите на всех покупателей, да? Нет, я когда не подходит, я надеваю маску. Ну, вот я подошел, вы не надеваете. Ну, мы же не покупатели. Как говорится, без комментариев. И руководство магазина на все это смотрит сквозь пальцы. Впрочем, как и на поведение покупателей. На этого молодого человека теперь составляет административный протокол. И к его отговоркам полицейский сочувствием не проникся. Да, она у меня есть. Я вот только что вышел из другого магазина. Был в маске, вот сейчас зашел, ну, держал в руках. Ну, то есть особого значения этому не придаете? Почему не придаете? Почему не придаете? Сейчас такая напряженная обстановка. Стану вторая волна, так что... Некоторые нарушители масочного режима в общественных местах оправдания себе не ищут, а сразу идут в наступление. Почему вы без маски в магазине находитесь? Ну, как? Ну, чтобы дышать было. А вдруг вы дышите какими-то бактериями? Нет, нет. Видите, я белой стороной вверх. Значит, я не заражен. А у вас неправильно маска где-то. Так она у вас вообще снята была? Нет, ну, а в принципе вы неправильно маски носите. В принципе, вы в принципе без маски были. И еще одна популярная отговорка. А что, я один такой без маски, что ли? Но в целом похоже на то, что люди все же понимают и принимают масочный режим. В крупных торговых центрах, как вы в том числе могли убедиться, режим соблюдается. Проводятся контрольные мероприятия со стороны работодателя, со стороны магазина. Что касается малоформатной торговли, то есть магазинчиков возле дома, да, там нарушения встречаются пока еще, к сожалению, почаще. Важное примечание. У полиции, у сотрудников Роспотребнадзора в Новосибирской области есть все полномочия заводить административные дела на нарушителей. Впрочем, как есть право не обслуживать клиента без маски и у торговых предприятий общепита. Никакой закон о защите прав потребителя магазин не нарушит, прекратив обслуживание этого покупателя. Мы дараем разъяснение, даем комментарии, что все это было сделано законно и на законных основаниях. Есть судебная практика, есть масса нормативно-правовых актов на этот счет. И чем же чреваты нарушения масочного режима? Юридическим лицам обеспечен штраф от 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 30 до 50 тысяч. Обычные граждане рискуют потерять до 10 тысяч рублей. Вопрос, а оно того стоит? А теперь про экономическую и финансовую безопасность. Однозначные выводы в период пандемии делать нельзя, уверен руководитель областного управления ФНС, говоря о собираемости налогов в регионе. Что на это влияет? Ждать ли каких-то дополнительных послаблений налогоплательщикам в будущем? Об этом далее в нашем репортаже. От срочки и обнуления платежей, снижение ставок и эти и другие меры поддержки бизнеса в нашей стране внесли определенные коррективы в показатели органов ФНС нашего региона. Особенно это коснулось объемов налоговых поступлений. К тому же число зарегистрированных юридических лиц впервые за долгие годы преодолев планку 100 тысяч снизилось почти до 98 тысяч. Количество вновь зарегистрированных организаций по сравнению с прошлым годом упало на треть, отмечает руководитель областного управления Федеральной налоговой службы. Не намного лучше ситуация и с индивидуальными предпринимателями. Индивидуальных предпринимателей у нас в области зарегистрировано 86 тысяч и с начала года такой статус приобрели вновь 11 тысяч физических лиц. Но с другой стороны 11 тысяч физических лиц прекратили занятия предпринимательской деятельностью. То есть тоже баланс такой нулевой. Впрочем, на этом фоне появилось 22 тысячи новых налогоплательщиков из категории самозанятых. Что касается объема поступлений, то в консолидированный бюджет Российской Федерации налоговыми органами за 9 месяцев, несмотря на все сложности, мобилизовано на 1 миллиард рублей даже больше налогов. Общая сумма поступлений составила 140 миллиардов рублей, на 0,6% выше уровня прошлого года. Общая сумма поступлений по страховым взносам составила 101 миллиард рублей. Здесь, правда, мы видим отрицательную динамику. А вот налогооблагаемая база НДФЛ и страховые взносы в нашем регионе сохранились. Это может говорить о том, что большинство рабочих мест малому и среднему бизнесу удалось сохранить, как и уровень заработной платы, отмечают в налоговой службе. К сожалению, этим же нельзя похвастаться, когда мы говорим о налоговой базе по налогу на прибыль. Сокращения произошли и в части начислений, и в части поступлений. Поступление уменьшили за 9 месяцев на 1,3 миллиарда рублей или на 4,5%. В этом сегменте наибольшее влияние оказалось снижение поступлений от ряда крупных налогоплательщиков из банковской сферы и отрасли добычи полезных ископаемых. Исходя из всех вышеперечисленных параметров, в региональном управлении ФНС сильно сомневаются, что удастся исполнить консолидированный бюджет Новосибирской области. Он должен был составить порядка 159 миллиардов, но по оценке экспертов наберется чуть больше 145 миллиардов рублей. По страховым взносам поступление ожидается около 144 миллиардов рублей, что на пару процентов будет меньше прошлогодних показателей. А вот объем задолженности, наоборот, вырос примерно на 6 миллиардов и достиг суммы 32 миллиарда. Случилось это по причине трехмесячного моратория на взыскание долгов. Но в настоящее время ситуация выравнивается. Говоря о перспективах деятельности налоговых органов региона в целом, Алексей Легастаев выразил надежду на то, что ужесточение ограничительных мер в сфере экономики у нас не произойдет, и налогоплательщики переживут непростой период пандемии. На прошлой неделе мы рассказывали о том, как комиссия и следующее влияние мусорных полигонов на окружающую среду нашла на левобережной свалке лужи ядовито-зеленой жидкости. И вот результаты анализов готовы. Комитет охраны окружающей среды Новосибирска готов отчитаться в причинах возникновения цветных разливов и степени воздействия этой жидкости на природу. Смотрим. Такие вот красивые неожиданно цветные лужи на левобережном полигоне наша съемочная группа вместе со специалистами комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска и Общероссийского народного фронта обнаружили неделю назад. Ядовито-зеленый цвет жидкости явно технического характера не добавлял оптимизма в визуальной оценке токсичности веществ в ней содержавшихся. И вот появились результаты лабораторных исследований. Эксперты заключили, что это был порошковый строительный колер. Никакого токсического действия непосредственно ни на воду, ни на почву не оказывает. Сейчас проведена зачистка территории непосредственно, ну, грубо говоря, с землей проведена отсыпка территории. Ну, и, соответственно, никакого влияния непосредственно не нашли. В том числе мы провели же, в этот же день набирали пробы подземной воды. То есть никаких следов воздействия мы не обнаружили. Специалисты мэрии Новосибирска отмечают то, что строительный мусор, к чему они отнесли и краску, растворившуюся в дождевой воде, может складироваться на левобережном полигоне совместно с другими, в том числе, бытовыми отходами. Однако сказать сегодня, какой объем этого колера был завезен на свалку, никто не может. Как и о возможном воздействии большого количества краски на окружающую среду. Для того, чтобы, например, в каком-то длительном периоде исследовать, или, допустим, оно было бы в большем количестве, тогда мы не знаем, это надо уже другие исследования было проводить. На тот момент мы приняли решение, что, да, мы посмотрели, что это техногенная жидкость с определенным набором веществ, но оно и непосредственно не оказывает, и может размещаться на теле полигона, как строительный отход. Впрочем, все, что поступает на полигон, обязаны проверять контролеры. И теоретически отходы, не подпадающие под имеющуюся лицензию, к примеру, батарейки, ртутные лампы или остатки химической промышленности, проникнуть на свалку не должны. Остается надеяться, что так оно и есть. Завершено расследование уголовного дела о самом трагичном в этом году дорожно-транспортном происшествии. Случилось ДТП в начале августа. В столкновении легкового и грузового автомобиля тогда погибли 4 человека, в том числе ребенок. Подробности этой страшной аварии, а также о том, что теперь грозит водителю-виновнику, в нашем репортаже. Расследованием уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 4 человека, занимали следователи Купинской полиции. И вот все нюансы этой жуткой аварии появились в материалах. В ходе предварительного следствия установлено, что 8 августа текущего года около 12 часов в Купинском районе на автодороге районный поселок Чистоозерный, город Купино, водитель автомобиля Хина, 76-го года рождения, житель города Омска, нарушение пункта 9.4 правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем Мазда от премиси, в котором вместе с водителем находилось 6 человек. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений скончался на месте 58-летний водитель Мазды, а также трое пассажиров этого же автомобиля. Мужчина 1985 года рождения, женщина 1986 года рождения и 6-летний мальчик. Кроме того, в аварии пострадала 12-летняя девочка, которая получила тяжкий вред здоровью. Водителю автомобиля Хина предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание за 7 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Теперь Фемида должна определить степень вины водителя грузовика, который, по версии следствия, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что, в свою очередь, повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть четырех лиц. Кстати, почему инициатор ДТП выехал на встречную полосу движения, в полиции не поясняют. Подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ задержали в Новосибирске. Фигурантом уголовного дела стал житель Октябрьского района. А вот что у него нашли при обыске и на какие статьи это тянет, сейчас расскажем. Сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка задержали 35-летнего жителя Октябрьского района, которого подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Основание для этого выявили в ходе обыска в квартире фигуранта, а также по месту его регистрации. Оперативники обнаружили предметы, похожие на пистолет системы Макарова, около 200 патронов различного калибра, порядка 27 граммов вещества, похожего на порох, а также пистолет-пулемет. Экспертами установлено, что исследуемое оружие изготовлено самодельным способом. Пистолет путем замены ствола охолощенного пистолета Макарова, а пистолет-пулемет путем замены первоначального ствола на самодельный. В общем, по всем изъятым предметам, эксперт на криминалистический центр провел необходимые исследования и заключил, что оружие и часть боеприпасов пригодны для стрельбы. По пяти эпизодам противоправной деятельности подозреваемого дознавателем отдела полиции «Октябрьский» управлением ВД России по городу Новосибирску возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Единственное, о чем пока не сообщается, так это о том, где брал оружие на переделку наш фигурант и кому после сбывал боевые образцы. Видимо, следствие на эти вопросы ответит позже. В последнее воскресенье октября в России и ряде других стран постсоветского пространства отмечается День работников автомобильного транспорта. В Новосибирске, который является крупнейшим логистическим центром Сибири, профессия водителя популярна, является одной из самых массовых. Размышления об этой работе, а также поздравления с праздником, далее в нашем репортаже. Напомним, что День работников автомобильного транспорта был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года. С тех пор в нашей стране День автомобилиста отмечается ежегодно. В преддверии профессионального праздника всех, кто крутит баранку, мы поговорили с автолюбителями и профессиональными водителями о том, насколько в наше время быть за рулем комфортно и безопасно. И вот мнение водителя «Газели». Транспорта много, пробок много, ездить сложно. Люди нервные стали. И это не без этого. А вот, на ваш взгляд, больше проблем на дорогах создают автолюбители или все-таки профессиональные водители? Ну, наверное, автолюбители. Профессиональные водители меньше. Что можете пожелать всем, кто за рулем? Удачи и меньше нервов. И гладких дорог. Многие непрофессиональные водители на поездке в машине за рулем смотрят, как на приятное хобби нелишенной романтики. Для меня это очень интересно. Уже 15 лет за рулем и до сих пор хочется ехать и ехать. Куда-то двигаться, куда-то продвигаться. Путешествовать очень люблю на автомобиле. Объездил весь Алтай и другие города объездил. Для меня это кайф. Поздравляю всех любителей, всех профессионалов. У профессионалов вообще нелегкая доля, я считаю, рулить 24 часа в сутки. Желаю всем удачи на дорогах. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. А вот что накануне Дня работников автомобильного транспорта желают водителям пешеходы, чьи интересы на проезжей части вечно не совпадают с интересами других участников дорожного движения. По сторонам смотрите, когда пешеходы дорогу переходят. Особенно, когда идут мамы с детьми. Я просто сама мама. Ну, аккуратно ездить, во-первых. Потому что они сами торопятся. Не пойми куда. Как будто какие-то секунды решают им, знаете, глобальные изменения в жизни. Новосибирск – это мегаполис с очень большим трафиком движения. Наш город связывает сотни логистических цепочек, множество компаний и организаций в одну точку. И, конечно, как у любого крупного города, у него есть свои проблемы в развитии и содержании транспортной сети. О причине их возникновения прекрасно знают в надзорном органе, в госавтоинспекции, куда часто жалуются автомобилисты. Нужно, естественно, смотреть комплексно в развитии города и учитывать транспортную составляющую в первую очередь. При строительстве жилых застроек, при планировании каких-то развязок мы должны понимать, какое количество транспорта через эту уличную дорожную сеть будет идти. То есть, в принципе, прежде чем чем-то заниматься, необходимо, конечно, строить транспортную модель и делать транспортное моделирование, просчитывать потоки, просчитывать дальнейшие проблемы. Если бы в Новосибирске всегда именно так подходили к развитию транспортной инфраструктуры, то наверняка было бы меньше автомобильных пробок и ДТП. Появилась бы логика в организации движения там, где она отсутствует. Но никто из основателей города и подумать не мог, что количество автомобилей в нем когда-то ежегодно будет увеличиваться на 3000 штук. Но что поделаешь, без автомобиля нынче себя мало кто может представить. В первую очередь хотелось бы обратиться к жителям города Новосибирска автолюбителям, в первую очередь поздравить их с профессиональным праздником. Все мы понимаем, что автомобильное движение с каждым годом растет и никто из, в целом, горожан, жителей, как нашего региона, так и другого, не представляет жизни без автомобиля. Ну и говоря про сам праздничный день, в госавтоинспекции с сожалением отмечают традиционный рост количества пьяных водителей, которых инспекторы выявляют на дорогах Новосибирска. В это воскресенье, так же, как и всегда, количество экипажей будет увеличено. Так что, если хотите, как следует отметить день автомобилиста, за руль лучше не садитесь. Один мудрый человек заметил, если сидишь за рулем, будь готов к любым поворотам. Смотрите программу безопасности на канале НСК-49. И не ищите прямых дорог, ведь они неинтересны. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин